Привет всем ребята! Наконец-то долгожданное видео новой в этом канале. Я знаю, что многие сами спрашивали, но у меня не получалось, не было времени. Но сегодня у меня груз FedEx. Я сейчас нахожусь в штате Миннесота и поеду в Аризонт. Хотела показать, что у меня есть вот такое приложение. Специально это для компании FedEx. Сюда получается скидывают сам груз, адреса, где мне нужно забирать трейлер и адрес, куда мне нужно доставлять. Также мой диспетчер скинул мне номер моего груза, поэтому сейчас мы пойдем в офис. Я дам им номер груза в офисе и они мне уже дадут трейлер. И здесь на складе я буду искать, вот посмотрите, вот видите, FedEx компания. И буду забирать трейлер. Надеюсь, я успею отсюда выехать, потому что видите, погода портится. Но я проверяла, что в сторону Аризоны должно быть все хорошо. Поэтому оставайтесь со мной. Буду с вами делиться, как проходит мой день и как же это работать на компанию FedEx в Америке. Так что пойдемте в офис и будем спрашивать, где же мой трейлер. Я сейчас зашла в офис FedEx и у них, посмотрите, закрыты окна, потому что они до сих пор боятся коронавируса. И они думают, что вирус так не пройдет к ним. Ну ладно, у них здесь оставлен номер, на который мы отправляем номер нашего лоуда, нашего груза. То есть я отправляю сообщение и жду уже по сообщению статус моего груза. Мне написали, что груз еще загружается. Поэтому я сейчас пойду в трак и буду отдыхать, потому что сейчас очень рано еще. Надеюсь, долго ждать не придется, потому что вы видели, какая погода за окном. Вот я хотела бы постараться максимально выехать быстрее отсюда, чтобы не попасть в этот снегопад. Вот. А так вот посмотрите, как вы здесь украсили его уже Крисмас, уже Новый год. И поставили нам тут конфетки для водителей. Но я стараюсь сладкое не кушать, поэтому просто нюхаю, да, такая. Просто смотрю. Вот он, получается, склад FedEx. Вот такие их машинки, да, ездят здесь. Здесь уже стоят Bobtail, то есть траки без трейлеров. Вот мой там стоит, красавчик. И ждем, пока мне отправят сообщение. Посмотрите, видите, погода портится. Но хорошо, хоть это не ночь, да, то дело не к ночи, а будет светать. Поэтому я надеюсь, что аккуратненько, спокойненько я выйду со штата Миннесота. Я, наверное, в каждом своем видео рассказываю, как я все-таки люблю Амазон. Представляете, вот приехала, да, получается, в 7 утра. Ну, в 6 я проснулась, да, пока доехала. И в 7 утра ждала до 11 дня. Ходили, постоянно спрашивали, да, внутрь в офис. И в итоге нам отменили груз. Я еще не знаю, сколько нам заплатят за эта компания, за то, что мы ждали, и за отмену груза. Надеюсь, хотя бы, ну, те же, там, 200-500 долларов можно будет, да, получить. Но это под большим вопросом. Вот, но сейчас нам диспетчер прям сразу нашел груз другой. Едем в Орландо, в Флорида. До следующего тоже это Федекс. Я не буду даже ничего загадывать, уже боюсь. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Но пока что есть этот груз, да, и поедем туда в офис узнавать. Дороги такие уже ужасные. Но одно радует, да, что это будет во Флориду. Поэтому посмотрим, как что пойдет дальше. Итак, добралась я до следующего склада Федекс. Дорога в 20 минут заняла мне, наверное, полтора часа, потому что уже практически все замело. И когда я ехала, я видела, что там машины заносила, да, их крутила на дороге. Поэтому я очень медленно, аккуратно старалась ехать. Когда приехала я уже на этот склад, вот вы можете видеть, да, что он весь практически в снегу. Хотя там были работники, которые чистили склад от снега. Но тем не менее, да, вот вы понимаете, да, что погода вот прям просто не дает спокойно вот забрать трейлер. И сейчас я, видите, этот маленький такой трейлер, который я отодвигаю от того, что кто-то просто оставил его перед моим трейлером. Я вот его прицепила и старалась его поставить куда-нибудь подальше, чтобы у меня получилось вытащить свой трейлер. И так, чтобы еще он вообще никому не мешал, да, на дороге. Но такое тоже случается, что некоторые такие водители могут оставлять так трейлера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА